Накануне во многих храмах совершались поминовения одного из выдающихся иерархов Русской Церкви минувшего XX века, митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима Ротова. Панихиду по случаю 95-летия со дня рождения владыки, своего духовного учителя и наставника, совершил и святейший патриарх Кирилл в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. Перед началом заупокойного богослужения представитель Русской Церкви произнес слово в память о выдающемся иерархии. Фрагмент воспоминаний святейшего в нашем эфире. Он действительно жизни своей не жалел, страдал диабетом, и, конечно, были большие угрозы его здоровья. И в конце концов у него произошел первый инфаркт. Этих инфарктов было семь. Он умер в 48 лет от седьмого инфаркта. От седьмого инфаркта не мог умереть иерарх безразличный к делам Церкви и к заботе о своей пасте. Он действительно был именно таким. Ему удалось, может быть, самое невероятное. Ему удалось спасти епископа от нашей Церкви. Был запрет на рукоположение. Негласный, конечно. Но добиться рукоположения иерарха было практически невозможно. И тогда Владыка пошел на некую дипломатическую хитрость. Возглавляя отдел внешнецерковных связей, он стал назначать на важные зарубежные точки, как тогда говорили, молодых архимандритов или романахов. И в связи с тем, что они отправлялись за границу, ссылаясь на это обстоятельство, рукополагал их в архиерии. Ну а другое достижение, считаю, то, что он стал привлекать молодежь образованных, нередко с высшим образованием. Он это делал, несмотря на жесткое сопротивление властей, тогдашних властей в лице выполномоченного по Совету, по делам и религии в городе Ленинграде. Ему удавалось. И вот эти молодые люди, по благословению владыки, многие принимали постриги, а потом и становились кандидатами в архиерии, а затем и рукополагались владыкой и назначались в одноразные кафедры. Трудное было время, и, конечно, появление владыки митрополита Никодима, как я уже сказал, в корне изменило положение русской православной церкви в Советском Союзе. Я призываю всех горячо помолиться, чтобы Господь простил грехи вольные и невольные преснопамятному, пресвященному митрополиту Никодиму и сотворил вечную молитвенную вам память в наших сердцах. Аминь.